Привет, меня зовут Артём Александрович Барат, и я один из преподавателей, который в рамках нашего курса будет помогать тебе готовиться к ЕГЭ по физике. Сам я занимаюсь подготовкой выпускников московских школ к ЕГЭ по физике с 2008 года. А кроме этого, я люблю различные конкурсы, которые проводятся для учителей. Итак, например, в 2016 году я стал лауреатом конкурса «Учитель года Москвы». А ещё одно интересное испытание, через которое проходили московские учителя, и в котором я достаточно успешно поучаствовал, это акция «5 на 5», когда мы сдавали ЕГЭ по пяти различным предметам. Я сдал ЕГЭ по физике, математике и информатике, русскому языку и обществознанию вошёл в тридцатку лучших по Москве. Кстати сказать, наиболее низкий свой результат, 80 баллов я получил по информатике, к которой я вовсе не готовился, будучи уверенный в своих знаниях. Не будь таким, как я, не будь излишне самоуверенным, тщательно готовься к ЕГЭ, и тогда твой результат будет гораздо выше, чем тот, который показал я. Я неправильно распорядился временем, я сделал множество арифметических ошибок, потому что я не был знаком со структурой контрольно-измерительных материалов, не ожидал, что будет такое количество вычислительной работы, и поэтому результат оказался достаточно низким, ну как мне кажется, особенно я на фоне того, что я был уверен, что информатику я сдам очень хорошо. Абсолютно любой выпускник школы способен получить 80 баллов и более, если он относится к ЕГЭ серьёзно и планомерно готовится к единому государственному экзамену в течение хотя бы 11 класса. А если ты готов вкалывать, если ты готов учиться каждый день и каждый день решать задачи из первой и второй части, то я уверен, что твой результат будет ещё выше, и ты способен получить больше, чем 90 баллов. В этом видео я попытаюсь ответить на вопрос о том, как надо готовиться к ЕГЭ по физике для того, чтобы сдать его максимально успешно. Но прежде чем мы начнём обсуждать этот вопрос, я хочу поговорить с тобой о том, почему в целом по стране, с моей точки зрения, ЕГЭ сдают не очень хорошо. Если ты возьмёшь и посмотришь на средний балл, который показали выпускники российских школ по физике, то этот балл будет меньше, чем 60. Так вот, почему меньше 60? Давай об этом с тобой поговорим, и это и будет отчасти ответ на вопрос о том, как надо готовиться. Итак, почему всё-таки меньше 60? Давай задумаемся. И по моему опыту первая и основная причина – это не любовь. Не любовь к тому, что ты изучаешь. Так уж устроен человек, что он лучше всего работает по любви. Это идеальная мотивация для того, чтобы идти вперёд и развиваться. Если ты не любишь то, что изучаешь, то ты не будешь в этом успешен. Поэтому каждый ролик я буду начинать с того, что говорю с тобой о том, что означает этот закон или это явление в твоей жизни, или что это явление или этот закон значит в науке и технике, или что этот закон или явление значит вообще в истории развития науки и современного естествознания, современной мысли. Старайся полюбить абсолютно всё, что ты изучаешь, и тебе будет сопутствовать успех. Вторая причина – я называю её незнание языка. Ну, как кто-то говорит, я не понимаю физику, ну, а я, например, не говорю по-китайски. Почему? Потому что я просто не изучаю китайский язык, и поэтому общаться с китайцами на их родном языке мне не суждено. Я не знаю язык, а языком физики является математика. Незнание языка – математики. А как решается любая физическая задача из второй части единого государственного экзамена? Ты садишься и начинаешь об этой задаче говорить. Причем говорить не по-русски, не по-английски и не по-китайски, а говорить на языке уравнений, на языке математики. Ты даешь физическое описание ситуации. И если ты не владеешь тем, что такое уравнение, не понимаешь, как решать уравнение, как решать систему уравнений, то успеха не будет. Итак, мы с тобой будем учиться говорить о задаче, но формулами, уравнениями. Кстати, о формулах. Вспомни, как ты учил иностранный язык. Когда человек новичок, он использует готовые стандартные речевые клише, которые поместили в учебник и рекомендовали к употреблению. Так вот у нас на физике это формулы. Третья проблема – это незнание формулы. Формулы не хотят запоминаться. А почему формулы не хотят запоминаться? Потому что они для таких людей не живые. Формулы должны быть абсолютно живыми и говорящими. Поэтому каждую формулу, которую я в наших видео вывожу, я с тобой обязательно обсуждаю. Я обсуждаю ее в процессе вывода. Я обсуждаю ее потом, когда мы с тобой понимаем, что она на самом-то деле очевидная, что она понятная, если обратиться просто к здравому смыслу. Не так много формул физики, которые надо учить. Абсолютно каждую формулу я обвожу в рамочку. Обращаю твое внимание, что эта формула обязательно для заучивания, но их совсем немного. Это те кирпичики, которые необходимы для того, чтобы строить наше предложение, то есть уравнение. Это те ноты, которые музыкант обязан выучить для того, чтобы забыть о нотах, а думать о высоком, думать о чувствах, о том, что хотел сказать композитор и выражать это. Выучить формулы для того, чтобы забыть о формулах и не беспокоиться о том, что вот физика – это набор формул, которые я обязан помнить, обязан их потом в каком-то порядке хаотичном из своей головы доставать. Порядок в формулах – это наша еще одна цель. Четвертая причина, по которой нет успеха у людей на ЕГЭ по физике – это оформление. Это рисунки, вычисления, некачественные. Давай обсудим, почему это важно. Что касается оформления, мы с тобой должны быть абсолютно понятны для эксперта. Да, конечно, никогда в жизни мы не будем подстраиваться под эксперта и под его какие-то предпочтения в том, как мы должны думать. Но излагать мысль понятно, опираться на то, что есть в кодификаторе, и только на то, что есть в кодификаторе, мы обязаны. Когда эксперт открывает твое решение и видит там сумбур, и начинает вчитываться то в один фрагмент, то во второй фрагмент, пытаться увидеть логику и связь между этими фрагментами – это фора неудачи. Этот человек будет понимать, что ты не профессионал в решении задач по физике. Профессионала видно сразу. И видно его, как это ни странно, по каким-то оформительским моментам, когда эксперт смотрит на задачу, он должен видеть логику, он должен видеть технологичность твоих действий. ЕГЭ по физике – это не про необыкновенные знания, это не про твои необыкновенные способности к физике, и даже не о твоем богатом физическом мышлении. Это о знаниях предели кодификатора и о технологичности твоих действий, которые ты должен показать, правильно оформляя задачи. Мы обязательно будем этому учиться. В практической части я буду обращать твое внимание, как построить решение таким образом, чтобы эксперт принял тебя за своего, он увидел бы в тебе профессионала в решении задач по физике и наделил бы тебя самыми большими баллами. Рисунок. Ты знаешь, человек по природе своей существо ситуативное, он видит и действует в рамках границы ситуации. Если границы ситуации в физической задаче размываются, то любая задача превращается в кошмар. Многие люди, которые неуспешны в ЕГЭ по физике, пытаются учесть множество хитрых эффектов. Например, сопротивление воздуха. Например, краевой эффект в задачах про конденсатор. На самом деле, надо четко понимать границы того, что от нас хотят. Эти границы мы выстраиваем, рисуя. Мы рисуем однородное поле конденсатора. И говорим, нету краевых эффектов. Мы говорим о том, что нет сопротивления воздуха, поэтому траектория баллистическая – это парабола. Мы, рисуя, сразу понимаем, какие уравнения мы будем записывать и какие формулы нам понадобятся. Мы перекидываем вот отсюда мостик в пункт 2 и в пункт 3. И, наконец, вычисление. Наверняка ты думаешь так же, как и большинство моих выпускников, ты думаешь о том, что калькулятор – это древнее примитивное орудие, на котором считали древние примитивные люди. Поверь мне, именно потому, что это орудие древнее и потому, что оно примитивное, у тебя уйдет много времени на то, чтобы его освоить. Тебе придется разобраться, где у калькулятора память. Как занести число в память, как его извлечь, как поменять местами число на дисплее и то число, которое записано в память. Ты, может быть, будешь думать, что калькулятор этого не умеет, уверяю тебя, он это умеет. Если ты меня сейчас смотришь, и у тебя нет инженерного калькулятора, допущенного к использованию на ЕГЭ по физике, значит, пожалуйста, обратись к родителям и купите, потому, что на освоение калькулятора у тебя уйдет время. А отсутствие калькулятора и навыков счета на ЕГЭ приводит к потере заветных баллов. Итак, вот 4 секрета по подготовке я тебе уже раскрыл, и теперь ближе к тому, чем занимаемся мы в рамках нашего курса. Мы начинаем с изучения теории в полном объеме. Итак, теория. Ну, почему теория и почему объем полный? Теория, потому что нету конкретных клише и алгоритмов. Стоит немножечко поменяться условию, и ты трафарет, который тебе годился для решения предыдущей задачи, уже к этой задаче не применишь. Выход у тебя один – это понимать теорию. Именно поэтому в нашем курсе мы обращаем твое внимание на то, что теория важна, и ее надо изучать, и изучать желательно с интересом и любовью. Это ключ к пониманию, без которого задачи не решаются. Почему полный объем? Потому что никто из нас не застрахован от разных сложностей, которые могут возникнуть в очередной год на ЕГЭ. Если много-много лет подряд на ЕГЭ не задавали вопрос, например, про лазер, это не означает, что в твой год, когда ты пойдешь сдавать ЕГЭ, вопросов про лазер не будет. Все, что есть в кодификаторе, может быть в ЕГЭ. И поэтому мы разбираем абсолютно все, что есть в кодификаторе, и больше. Но когда мы выходим за рамки кодификатора, я всегда обращаю твое внимание на то, что вот этой формулой ты не имеешь права пользоваться без вывода. Потому что все, чего нет в кодификаторе, подлежит подробному выводу. И мы с тобой это выводим. И я обращаю твое внимание на то, что это необходимо во второй части ЕГЭ выводить. А в первой ты можешь этим пользоваться. Поэтому знать меньше, чем в кодификаторе, ты не имеешь права. И мы с тобой этого не допустим. Знать больше, чем в кодификаторе желательно. Поэтому наш курс немножечко выходит за рамки того, что есть в кодификаторе. После того, как мы изучили теорию в полном объеме, мы приступаем к решению задач второй и первой части. Мы разберем этих задач больше 400. Ты увидишь, как решаются задачи из открытого банка, из открытых источников, рекомендованных для подготовки выпускников школ КИГЭ. И опыт решений и задач в конце нашего курса ты приобретешь. Каждая задача, которую я разбираю у этой доски, будет мной решаться для тебя в режиме реального времени. Ты обратишь внимание, там могут быть какие-то запинки. Где-то я буду говорить быстро, а где-то я буду говорить медленно. Когда я говорю медленно, это значит, я думаю, я соображаю, какие кирпичики мне нужны. Как из этих кирпичиков составить уравнение и вообще какой подход более правильный, более короткий и более понятный. И это нормально. Несмотря на то, что у меня большой опыт в решении задач по физике, все равно я думаю и понимаю, что подходов множество. И с каждой следующей решенной задачей ты будешь приобретать опыт и будешь уже по прочтении условия. А условия задачи надо читать минимум дважды. Так вот, по прочтению условий ты будешь уже понимать, какие уравнения ты подтянешь, а какие формулы в эти уравнения ты подтянешь. Это опыт. Но опыт получается при изученной и понятой теории и при нарешенном большом количестве задач. И так мы работаем на понимание. Потому что без понимания мы не сможем просто применять шаблоны, потому что шаблонов слишком много. Кроме того, что мы изучаем теорию и учимся решать задачи, мы учимся некой аккуратности. То, о чем я говорил, мы учимся вести тетрадь и оформлять. Все, что будет написано мной на доске, обязательно должно быть переписано в тетрадь. И даже больше. Старайся записывать какие-то свои мысли относительно того, что появляется на доске. Периодически ставь меня на паузу и старайся идти вперед. И я уверен, что начиная с некоторого видео, ты будешь решать быстрее, чем я. Ну, просто потому, что ты находишься в комфортных условиях перед экраном. И тебе, я надеюсь, ничего не мешает и не отвлекает тебя от занятий. Ты должен решать быстрее, чем я. И я уверен, что этот навык и эта скорость решения, она обязательно к тебе придет в результате регулярных занятий. Ну что же, в следующем видео мы с тобой разбираем структуру контрольно-измерительных материалов. Мы обсуждаем некоторые хитрости и подходы к решению абсолютно каждого задания единого государственного экзамена. И мы должны с тобой договориться о том, что ЕГЭ – это достаточно простая вещь, к которой ты можешь подготовиться, и ты можешь при регулярных занятиях получить больше 80 баллов по единому государственному экзамену по физике. До встречи в нашем курсе!